всем привет друзья тысячи лет не было влогов я исправляюсь собственно сейчас буду пить кофе мы стали заказывать чтобы нам привозили прям свежий свежий обжаренный муж у меня в этом плане такой заморочился общем мы решили что будем постоянно заказывать свежий кофе так вот сейчас завтракаем с вами и выдвигаемся на прогулку с максом и с нашими подружками я вас познакомлю вы только посмотрите какое сегодня солнце хотела вам рассказать про один очень нашумевший продукт который я хотела давно попробовать и собственно я его заказала это соляной скраб бальзам от бренда миксит он просто потрясающе пахнет мне понравился скраб потому что у него натуральный состав давайте я прочитаю морская соль и кокосовая стружка масло сладкого миндаля масло кокоса и масло ши то есть кожа будет просто очень увлажненная и знаете самое главное это то что сейчас будет жаркий сезон и я не люблю наносить дополнительно какие-то увлажняющие средства дукт закрывает просто все мои потребности потому что когда я принимаю душ соответственно моя кожа уже становится увлажненной стички вот эти вот кокосовые кокосовой стружки соли они отшелушивают кожу кожа становится очень мягкая такая бархатная шелковистая и увлажненная соответственно когда я выхожу из душа мне не надо ничего наносить на кожу применять его можно на сухую и на влажную кожу я попробовала наносить на сухую и было восторге от текстуры потому что ложится она очень мягкая и не рассыпается и самое классное что эффект видно сразу после первого применения кожа становится очень мягкой гладкой шелковистой и более упругой решаются проблемы сухости и шелушения на сто процентов и снижается отечность формируется четкий контур тела на каждой банке есть qr-код по которому вас ждет гайд с тремя способами эффективного применения данного скраба дорогие скраб с ароматом рафаэлки вы можете приобрести на озоне я оставлю ссылку в инфобоксе и кстати у меня для вас есть подарок вы можете использовать промокод кейтвик 20 этот промокод действует до 25 июля дети в описании переходите по ссылке и побалуйте себя девчонки потому что это просто бомба девчонки в общем вышли мы на улицу визу макса мой аутфит идем гулять в лес хорошо что у нас лес недалеко сейчас мы встретимся с нашими подружками с тетей катей вас познакомлю и с ее дочкой амелией амелия на год стаж макса у нее 19 июня день рождения и будет 3 макс и 25 июня ему будет 2 капец время летит и в какой момент мне ребенок стал такой взрослый вроде такой мягкий еще такой маленький но уже там что-то бар мочит там кушать сам короче только-только вот был совсем малыш уже такой большой я не показывала мама коляску но эта коляска у нас еще с прошлого года это бугабу butterfly сейчас камеру переключу короче эта коляска бугабу butterfly и она капец удобная вот из всех аналогов это такая типа travel коляска которую с собой можно брать она супер легкая супер удобная и очень маневренная для всяких поездок очень рекомендую пока стоим на светофоре там он тетя катя с амелий нас ждут очень пока ставим светофоре расскажу немножко еще про коляску может быть кому-то будет полезно бампер мы заказывали отдельно и идут прям большой капшон то есть там есть еще вот эта часть которая еще открывается переместительная корзина она по-моему до 8 килограмм выдерживает и вот эта подножка и сразу идет в комплекте что тоже удобно потому что там допустим на джулс надо было отдельно докупать то дождевик тоже шел в комплекте малыш мы идем к тете катя короче катя рассказывает что и очень сложно на видео что-то говорить а я хотела ее познакомить с вами в общем это наша тетя катя привет всем тете катя просто сложно что-то на видео рассказывать то что она не блогер и вообще никак не относится к данной деятельности вот короче мы продолжаем идти к лесу амелия уже на беговеле гуляет вот макс пока еще нет макс в коляске либо у нас есть трехколесный велосипедик на нем мы тоже катаемся но что-то в этом году мало том году мы много прям на нем ездили об этом году мало очень катаемся на велике макс у меня крупный ну то есть он по габаритам примерно как трехлетние дети и мне кажется что из того велик он уже немножко под вырос у нас велосипед аддонная такой серенький с козырёчком я думаю что в этом году он последний год будет на нем кататься потом вам как-нибудь покажу видео его подходим к нашему лесу каждый раз когда проходим вот этот переход ощущение как будто я прошла через нарнию потому что воздух очень различается тут жарко когда в лес заходишь прям сразу чувствуется такая прохлада катюшку по ступенькам а ну давайте мы тогда съедим чувствуется сразу прохлада и прям кайфово малыш тетя катя сейчас к нам подойдет они пошли по ступенькам а мы с тобой поедем тут макс обожаете утюгать мы когда идем гулять он сразу такой тетя катя амели он называет мимой это так мило да мама тоже катя о как кайфово ты хочешь смотреть ну давай посмотрим тут тут поезда проезжают от метро и мы в общем стоим смотрим поезда давайте посмотрим чуть-чуть ага максик хочет да так тихо птички поют спокойненько и воздух свежий вот наша лесная площадка сейчас мы вам ее покажем поближе когда я была беременная сидела постоянно на вот этой лавочке тусила потому что мне куда-то далеко было тяжело ходить зайка мы едем едем на площадку едем все да сейчас будет сыграть такая большая площадка кстати на этой площадке самый офигенный чистый песок потому что на остальных площадках просто какое-то безобразие все грязное все сыпется тут прям песочек такой кайфовенький как будто с мальдив привезли я короче приспособилась брать игрушки максу в такой авоське потому что в песке постоянно это все если кладешь короче в песке черт что вот так это вроде и выглядит нормально и собственно песок не скапливается как у нас тут перекус абрикосиками спасибо тёте катя сейчас макса угощу в общем бампер крутится отстегивается с обеих сторон вот эта часть опускается то есть тоже очень удобно если ребенок становится постарше может потом ноги сюда ставить и собственно когда коляска складывается за эту часть можно переносить ее спинка опускается но не полностью а где-то вот до сюда капюшон такой достаточно большой вот эта часть на молнии можно так вот сделать и вот эта часть прячется вовнутрь получается такой маленький козыречек типа такого и складывается она очень легко одной рукой вот так не буду сейчас полоски складывать потому что у нас там в корзине вещи лежат вот ну и всякие аксессуары которые идут от бренда бугабу соответственно тоже туда подходит стаканик так что если рассматриваете какую-то коляску для путешествий и у нее еще очень высокая спинка если сравнивать с аналогами это прям самая высокая на случай если у вас ребенок высокий как вот меня макс ты прыгаешь макс всячески пытается попасть в кадр вот как-то так как же хорошо летом а макс у его ломили велосипед фунтум играет по ее ей так здорово такое ощущение как будто шалаш и ты с горки поедешь малыш когда дети маленькие ой максим высоко залез теперь слезай 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 ножки вниз ставь вот так короче когда дети маленькие и с ними играешь там лазишь под эти все горки так далее так с вашего позволения я буду ребенка придерживать короче и дети маленькие лазишь с ними там везде играешь во всякие камушки там палочки в листочке вспоминается детство ощущение как будто ты там шалаш строишь и вообще на жизнь смотришь совсем по-другому как будто заново все новые эмоции особенно когда у детей для них что-то новое мама мама смотри и ты тоже такой вот мы допустим сейчас макс ты суп готовишь вот у нас суп из камней листиков и палочек очень вкусно ты опять полез держись пожалуйста крепко такой прикол короче макс скатился с горки и вот это где коричневая часть он сидит такой гага горячо горка нагрелась от солнышка гага горячо я почему вам решила снять обзор на коляску потому что мне допустим у старшего брата жена сейчас тоже выбирала маленькую прогулочную коляску после зимы надоели эти большие коляски все вот может быть короче кому-то будет полезна эта информация поэтому решил с вами поделиться у нас такой сейчас период что макс постоянно все кидает если честно я вообще не знаю что с этим делать потому что потому что я от этого что ну то есть он абсолютно все швыряет и я как бы понимаю что лишний раз там надо себя держать в руках но иногда просто не хватает нервов поделитесь пожалуйста в комментариях что вы делаете в таких случаях если у вас дети идут в разнос потому что недавно у нас был момент когда он мы с ним вместе разгружали посудомойку случайно разбил тарелку он как бы за такие вещи я его не ругаю но он потом взял короче из посудомойки кастрюлю начал этой кастрюлей так вот фигачить естественно за это я начала ругаться но не знаю в общем я такая мама которая ругается потом чувствует чувство вины очень сильное и всем это такое знать спорное так я зашла купила клубнику авокадо и все бежим домой на сегодня танки мы идем сейчас уже в сторону дома идем дворами чтобы немножко подсократить путь ну плюс я заходил в магазин блин я иду мои высадушки пукают знаете когда наступаешь там вакуум образуется и получается такой звук как будто ты что-то и то сделал короче мы идем домой сейчас будем обедать потом буду макса укладывать спать да там мотоцикл спит мотоцикл стоит в чехле и он такой мотоцикл бай бай пишите пожалуйста мне в комментариях как вам вообще такой формат видео ну потому что у меня сейчас в основном все же собственно так и проходит мы гуляем макс чихает правда мы короче гуляем тучим с максом и параллельно я там запускаю какие-то свои проекты как-то так напишите в комментариях что вам было бы интересно вообще узнать почитать чтобы вообще рассказать о чем снимать видео даже не давно не снимала ну и вообще нужно понимать что вам было бы интересно что он хочется от меня видеть слышать вот так что буду ждать ваши комментарии всем спасибо за просмотр пока пока до скорых встреч пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь